Поехали! Всем привет! Сегодня четверг. Сегодня мы готовим рыбу и готовим рис. И это третий дубль, и я устал, давай уже снимать. Короче, по рыбе, по рыбе сегодня у нас горбуша. Нет, вру, сегодня у нас форель. Сегодня у нас форель. Форель целая. Стейки форели стоят значительно дороже. Раза в два. Я считаю, что проще гораздо рыбку разделать на стейки так, как надо, а из хвостов, из голов и других частей сварить в прекрасную уху. Все, ну, стандартно мы ее сейчас. Расчекрыжим. Она у нас охлажденная. Эть, не мороженая, из очень хорошего рыбного магазина. Почему нужна жирная рыба? Потому что вот этот вот весь жирок, это самый тот сток. И если делать стейки, я считаю, не нужно экономить. Это не семга, это не какая-то там более премиальная рыбка. Обычная форель. У нас она в регионе стоит 780 рублей килограмм. В принципе, побаловать себя почему бы и нет. Короче, сейчас это все дело замаринуем. Подготовим каждый кусочек. Уберем так салфеткой от лишней влаги. И сделаем небольшой, но довольно пряный. Не сильный, точнее, но довольно пряный маринад. А, да, увидел я, кстати, в комментариях, что люди просят писать рецепты, писать, рассказывать. Ну, постараюсь, конечно, давать какое-то описание к этому. Честно говоря, мне кажется, порой и так все понятно, что там, в конце концов, кухня. Это же не только прям строгая рецептура, это еще и импровизация. Нет у тебя горошка горького, добавляй, горошек душистый. Почему нет? Мне кажется, иногда импровизация, это очень даже вкусно и интересно. Для маринада. Ну, давайте поэтапно. Сначала, конечно, столь. Каждый добавляет кому как соленый. Я, в принципе, не знаю, видно, нет. На всю эту рыбку столько. Перец. Лимон. Ну, лимон много не надо. Опять же, сейчас мы его немного покатаем, чтобы больше сока было. По половинке лимона сейчас нам должно хватить. Я постараюсь это дело показать поближе. Это семена. Это кардаман. Вот пучок мята, пучок базилик. Масло для чего? Чтобы специи, соль раскрылась, ну и прилипла получше. Все, теперь это дело перемешиваем. Лимонный сок и масло и все остальное. Очень даже вкусно будет. Вот, в принципе, видно, как уже лимон, рыбку подъедает. Видите, побелело. Перечисляю то, что я добавил в маринад. В маринаде у нас в итоге получается соль, перец, кардамон, мята, базилик. Все. А, ну и лимон. Лимоном все полили и маслом. Полили, перемешали и оставили минут 15-20. То есть пока сейчас мы будем заниматься растопкой мангала и прочего, это будет у нас стоять и ждать своего часа. Вот так. Засыпем. Уголь, что мы уже и сделали до этого, и подождем. Пусть он пока тлеет. Потом разожгем нашу сковородку. Да, можно рассказать про эту печку. Оказывается, печка очень популярного производителя. Она появилась у меня раньше всех. Кукмара, где видно, не видно. Она была вся обгорела. И сегодня я ее покрасил термостойкой краской. Посмотрим. Ну, думаю, не облезет. А так вообще 7 лет этому производителю. Если что, это не реклама. Мне за это не доплачивают. Вот сюда положу пока. Пересток у нас очень интересный рис басмати, настоящий индийский. Ну, надеюсь, настоящий индийский. Написано было во всяком случае так. И по цене тоже. Суть готовки какая? Обжарить рис на сухой сковородке. Чтобы у него появилась такая, ну, как бы золотистая. Все, пусть пока он прогревается. Рис у нас промытый и просушенный. Можно было, конечно, это промыть, замочить его и кинуть сыровато. Но тогда немного другой эффект будет. Поэтому лучше сухой. Лучше сухой кидайте. Лучше сухой. Сухой. Лучше. Смотрите, насчет риса нужно показать. И, в принципе, действуем дальше. Вот он уже какой стал. Поджаренный. Вот это будет очень интересный. Вкус придаст. Субтитры сделал DimaTorzok Чеснок, перец, смесь перцев, соль. Все. И лимонным соком сбрызнут. Все сюда. И теперь интенсивно все это дело надо обжарить. Вот. Чтобы все это хорошо, 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 хорошо у нас пропиталось, сейчас это все нужно нам перемешать с маслом. А басмати – это рис, который очень, я бы сказал, любит, наверное, воду. Субтитры сделал DimaTorzok И так. Так, импровизированный вновь наш грилек. Вот так это все будет. Сейчас у нас жарится. Четык. Четык. Сейчас заложим рыбку. Вот она как выглядит спустя 15 минут. Она, конечно, подварилась от лимончика. Да. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, по рису все понятно Не знаю, сколько времени прошло В общем, не более полчаса Вот что получилось Вот он какой Ну-ка, держи Ну что, закончили мы с нашим блюдом На все про все у нас ушло Примерно там час-полтора Плюс-минус Неплохо, вкусно Сейчас пойдем опять тестировать Все голодные, все хотим есть Всем пока, пробуйте, делайте Не стесняйтесь И подписывайтесь на канал Пальцы вверх А что там, колокольчики, все дела Покедова Все, я жарить хочу Привет Субтитры сделал DimaTorzok